Мы продолжаем. Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения по ликвидации огня на базе социально значимого объекта. Им стало здание котельной аэропорта Якутск. За действиями огнеборцев наблюдал Виталий Абрамов. Он и расскажет о результатах учений. Котельный аэропорт. У нас утечка дизельного топлива, разгорание на первом этаже. Именно с этих слов и начались сегодняшние учения. Согласно замыслу, топливо разлилось во время перехода котельной на дизель в результате отключения газоснабжения. В считанные минуты первые пожарные расчеты прибыли на место. Первым делом бойцы газодымозащитной службы приступают к разведке здания, ищут возможных пострадавших и очаг возгорания. К счастью, все люди успели покинуть котельную. Дальше начинается пенная атака. Площадь условного розлива и возгорания составляет 120 квадратных метров. Процессом ликвидации руководит штаб пожаротушения. Сюда сякается вся информация о ходе тушения пожара. За работой спасателей пристально наблюдают представители объекта. Для них это в новинку. Раньше подобных масштабных учений тут не проходило. Учения нужно проводить. Учения, как сейчас показали, они взаимодействие личного состава котельной филиала коммункомплектации и средствами МЧС. Тем временем пожар уже благополучно локализован и ликвидирован. Всего привлекалось на учения 12 идеи техники, 42 личного состава. С администрацией объекта и взаимодействующими службами, а также силы и средства партнероспасательного гарнизона, отработали полным объемом. Оценка уровня ликвидации. При проведении подобных учений изучается пожарно-тактическая характеристика объекта. Это размеры здания, планировка, состояние источника водоснабжения, а также состояние подъездов и проездов к объекту, чтобы в случае реального пожара быть в полной боевой готовности. Виталий Абрамов, НВК САХА, Якутск.